и постараюсь замечательно да замечательно спасибо спасибо так вот я почему-то не вижу всех пытаюсь сейчас только чтобы нам никого не упустить и не пропустить я пытаюсь сделать так чтобы было видно всех окей хорошо секунду 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 так ну давайте ладно хорошо да я рад всем кто присоединился всем кто не присоединился я надеюсь что потом посмотрит запись я своей страны постараюсь сделать интересно объемно так сказать и предлагаю как всегда посвятить наши усилия тому чтобы было благополучие нашим воинам успех их их успех это наш успех их выздоровлению раненых возвращению пленных с божьей помощью всегда упоминаю любопад михаэль моя жена которая ушла из жизни два года назад и мы с вами находимся во второй главе книги книги мишлей мудрости царя шломо на мудрости притчи царя шломом лучше сказать так на и вот я при поднимаю то что я для вас приготовил тот экран который я приготовил прежде всего хотел я напомнить что существует сайт на вимбук ком там есть самые разные книги и последнее время вышел перевод нашего с любой комментария их из келли на английский над которым мы работали 10 лет еще два года я потом сражался с английским ну что я вам скажу я бы сказал так лучший подарок на девятый ава англоговорящим на девятый ава потому что есть это период разрушения храма и в то же время последние главы посвящены третьему храму и эта тема подробно разработана в этой книге и есть отдельная брошюра со схемами храма которая позволяет можно открыть эту брошюру и читать смотреть его параллельно с текстом это позволяет понять текст если вы открываете многие комментарии и там есть самые разные мнения и в конечном итоге невозможно разобраться здесь перед вами в книге и кискей на самый простой логичный вариант вариант объяснение текста и схемы с проставными обозначениями где вы можете найти это в тексте самого пророка и в этот момент мы с вами переключаемся делаем свитч на вторую главу книги притчей да и здесь говорится говорится так на спаси спасти от дурной дороги этот царь что мог говорить ради чего он пишет книгу мишлей книгу притч притч спасти от дурной дороги от человека говорящего перевернутое одно и противоположное на так уход на иврите на говорящие противоположное одно и противоположное или можно по-другому перевести то что противоречит торе скажем обратное противоречие торе и речь идет о не самых разных зома умозаключениях которые приводят к выводу что либо вообще бога нет упаси бог либо тора не верна также упаси бог на и мы представляем с вами что проблема философии была очень остро всегда стояла перед еврейским народом потому что еще со времен распространения эллинизма многим казалось что вот логические рассуждения логические обоснования они гораздо более веские чем то что приводится в тем то что чем то что приводится в торе и поэтому многие многие мудрецы занимались обоснованием торы и критикой критикой философии вот мы можем представить себе какое огромное внимание уделялось борьбе так сказать философии это прежде всего раби яшуа бен ханане 1 2 век нашей эры в трактате бхурот на в основном листе приводится философия раби яшуа еврейская философия против греческой философии против философии мудрецов афин и раби яшуа показывает для тех кто понимает что философия не учитывает многие моменты просто не замечает их те моменты которые существуют в мире философии утверждают что она исходит исключительно из наблюдения за этим за этим миром мы представляем себе что есть периоды в истории человечества которые характеризуются тем или иным образом мышления есть мышление мифологическое и есть мы мышление философское затем мышление научное мифологическое мышление мы понимаем что люди представляют себе что за каждым кустиком за каждым животным за каждой планеты и звездой короче за всем существующим скрывается какая-то сверхсила которая непознаваема которые выше их которые действуют в этом мире и необходимо ей подчиняться приходит философия но и если представить себя словами зенона на который говорит то что то что я не вижу не то что я не вижу не осознаю не существует это слова зенона греческого философа и он имеет в виду ну не то что буквально я не вижу а то что скажем выше разума выше логики это не существует я исхожу из наблюдаемого и из этого наблюдаемого я строю логическую систему так вот рабиа шоу показывает что далеко не все философы видят далеко не все они могут учесть вот и конечно это такая годическая история нереальная которая описывается в брах вот в хурот на восьмом листе вот он приезжает в афины рабиа шоу и спорит там с греческими мудрецами и и главный момент который показывает рабиа шоу что греческая философия не учитывает того что в этом мире так сказать скрывается бесконечность когда он уже везет их на корабле в рим к римскому императору то он зачерпывает зачерпывает воду которая выбирает в себя воду то есть такое место в океане как бы который знает рабиа шоу когда когда в одной капли вмещается целый океан но вот и морал подробно останавливается на этой агаде можно себе представить что речь идет о том что скажем да греческие философы они вот скажем логика аристотеля утверждает что на часть не может быть целым а целый не может быть частью и вот рабиа шоу показывает что в этом мире есть такие такое явление как например на зерно оно вмещает себя целое дерево одна клетка вмещает себя как бы информацию обо всем человеке или о живом организме и сегодня из одной клетке пытается восстановить целый живой организм вот это всякий раз когда мы сталкиваемся с жизнью мы сталкиваемся с таким явлением когда в мало и вмещается мало и вмещается большое и многие другие моменты для скажем для философии не несовместимы между собой противоположности в нашем в нашей философии есть мир в котором как бы и представление такое что противоположности существуют вместе не противоречит друг другу это не только духовный мир но и наш мир который духовный мир проникает так сказать то есть рабиа шоу показывает что философы замечательные прекрасные которые которые может быть сделали шаг вперед и отказались от мистического мышления на вот представление о том что за материальным миром скрывается что-то непознаваемое угрожающее человеку которым он должен поклоняться вместе с тем они далеко не все видят ну как может быть это и доказывает современная наука что философы древнегреческие философы не далеко не все видели далеко не все могли учесть так же как и современные также как и современные философы вот и на это рабиа шоу да дальше мы можем вспомнить с вами филона александрийского который живет в первом веке и пишет современник елеля кстати говоря на и он пишет такой труд как апологетика иудаизма на то есть он защищает ее против в противостоянии иудаизма он защищает его от философских теорий от платона скажем показывает что иудаизм он так сказать намного правильнее вот потом раби иуда леви это его книга кузари на философский философский труд который обосновывает иудаизм и веру иудаизма так сказать споры иудаизма с христианством и мусульманством и с той же самой философией он приводит обоснование иудаизма рам вам пишет путеводитель заблудших да потому что он скажем на жил в испании и изначально и он хорошо представляет себе в кордове насколько хорошо себе представляет на какая огромная философия какое огромное значение или влияние имела философия для еврейской молодежи скольких она увела иудаизма поскольку она оказалась наиболее более правильной более логичной более обоснованной чем иудаизм который кажется нелогичным и который полностью основывается только на вере как бы веру потому что абсурдно так им представлялось и вот он пишет вот эти заблудших в котором дает ответ и и аристотелю и всей известной в его время философии любым школам да это и маора маора в иуда лейб бицалель да вот из праги его труды фактически как бы хотя он не ведет полемику с философией но его труды в общем-то философского такого плана да рабе нахнон крахмаль да который написал книгу книгу наука о еврействе да и наверно раф коэна назир который написал коля невуа книгу коля невуа да голос пророчества на не отрицая как бы философию ее достоинство ее логику и так далее показывает что иудаизма он гораздо шире и есть много того что философские школы не не учитывает вот эта проблема скажем да которую выделяет шламо вычленяет и говорит что нужно спастись от людей которые говорят либо одно и противоположное либо говорят противоположное торе да ишми добер тахпухот да вот но и в качестве секунду в качестве в качестве примера можно привести иммануэля ханта как человека который говорит противоположность и то и другое да вводя понятие антиномии он непознаваемого на он приводит доказательства существования бога и тут же их опровергает да вот почему-то у булгакова там пять доказательств может быть есть какая-то работа канта где есть пять вообще в принципе известны его четыре доказательства и опровержения да он говорит что мир конечен это утверждение и мир бесконечен тоже утверждение это это утверждение антиномные их невозможно доказать хочет говорим это конечно хочет говорить мир бесконечен да каждая сложная субстанция состоит из простых частей не существует ничего простого не недоказуемого но для него недоказуемого а у нас для для нас с горы сена и мы знаем что бог один и его свойства единство оно оно особое и в материальном мире наверное наверное точно не существует ничего простого а одно из свойств и вышнего который мы знаем по традиции это простота пашут да пашут то есть единство абсолютное не состоящая ни из каких частей это не машина которые части которые превращают ее в единое слое целое это не слон который является там живым организмом но у него есть хобот и хвост да может не так неудобно сравнивать всевышнего но это только как говорят лицо равенят ради деву да а всевышний он прост прост во всем и желание его одно да это все вот это свойство простоты неделимости вот его не может никто понять в мире канты вводит это в раздел антиномии хочешь скажи так а хочешь скажи так доказательства нету да мире существует свобода в мире не существует свободы но господство есть только причинность да то есть детерминизм но никак нельзя доказать да ну действительно он прав но только что от него надо спастись потому что он скажет и то и другое и противоположные свечи недоказуемой до спасения это тора это то что мы знаем с горы синай на что можно знать о что можно знать о боге что можно знать о бой о мире сотворенном боге только то что о боге можно знать только то что он сказал саму себе о сотворенном мире можно знать только то что он сказал сказал о своем мире больше ничего ничего более правильного точного невозможно невозможно знать да и поэтому наше на наш аргумент это традиция это знание с горы синай и вот от рассуждений, оторванных от традиций, Шламов хочет спасти своего сына и других молодых людей. Существует первая причина мира. Не существует первая причина мира – никогда не докажешь. И действительно доказать невозможно. На этом устанавливается Рамбам, Майманит в Мореанавухим. Он говорит, что когда мы живем уже в существующем мире, мы не можем доказать его творение, потому что творение – это процесс, который, так сказать, лежит вне сотворенного мира. Для того, чтобы доказать творение мира, нужно выйти из рамок материального мира. И опять же, по традиции, если даже мы можем доказать, мы знаем, что мир сотворен. Кстати говоря, сегодня многое из научных данных, может быть, мы потом коснемся, чуть-чуть указывает на сотворенность мира. Раньше считалось, вслед за греческой философией, что мир существует вечно и бесконечно, материя вечно. Сегодня есть теория Большого взрыва, которая указывает на начало мира. Ну и остается только добавить на его сотворенность. Это уже как человек пожелает. А сама сотворенность мира, Вселенной, которая с чего-то начинается, начинается с одного атома, она как бы напрашивается. Ну и вот Булгаков, он по этому поводу отметил, соотнесясь с Кантом, он отметил, да вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно, надо им потешаться будут, говорит Воланд. Это настолько точно и настолько характеризует, скажем, ну и наше отношение к философии, к таким подобным философским выводам, что это просто смешно. Человек полагается на свой разум, и царь Шламут дальше скажет, что человек не может полагаться на свой разум, но это, ну он ограничен разум человеческий, да, или по крайней мере каждый данный момент человек, он развивается, безусловно, но он не видит все, не видит всей картины, не видит всей картины мира, Вселенной, всей научной картины, он не видит ее. И вот такое, как бы, горделивое возведение своего разума в абсолют, абсолют истинное, оно просто смешно. Опять же, единственная истина, это может быть то, что исходит от Всевышнего, то, что он сказал о себе, и то, что он сказал о мире. Да, ну, здесь я привел то, что мы с вами уже обсудили. Да, другой пример – это Спиноза, такой несчастный еврейский мальчик, который столкнулся с философией Декарта, ему показалось, что все уже понятно, да, вот, и он пришел к выводу, что деву себе нечего, это что, как сказать, природа – это, Бог – это природа, да, вот, и, скажем, сама природа, так как она движется и передвигается, это и есть божественный. Я не буду сейчас заниматься критикой этого совершенно не укладывающегося ни в какие разумные даже рамки постулата, да, но многих он, многих он свел, Спиноза свел с ума своей такой псевдообоснованной, псевдообоснованной философией, да, вот, и мы еще раз можем подчеркнуть, царь Шламо, да, охарактеризует подобные изыскания, как люди, которые говорят, говорят противоположности, они могут сказать одно, могут сказать другое, об их учении содержится противоречие, а главное то, что они говорят противоречище Торе, да, вот, в нашей традиции, безусловно, существуют противоположности, существуют споры, которые замечательно отразил в своем произведении, которое я очень люблю, мой очень хороший друг, художник Герман Гольд, несмотря на то, что у нас разница в возрасте большая, мы очень дружны, вот, и гениальный человек, по-моему, и вот эта картина, она называется «Что раньше, курица или яйцо?» Да, мы видим здесь двух традиционных евреев, глубоко верующих, которые спорят о том, что было сотворено раньше, курица или яйцо, да, вот мы видим здесь такого, скажем, консерватора, который считает, что, конечно, курица была сотворена раньше, и он недоверчиво смотрит на новатора, такого, который очень рад подзадорить своего собеседника и показывает ему яйцо, и говорит, что яйцо было сотворено раньше, да, вот, и вопрос, как бы, чуждали нам философия, чуждили нам споры, чуждили нам противоположные мнения, да, нет, да, философия не чужда, если мы сохраняем веру, если у нас в основе всего, как сказал царь Шламо, лежит трепет перед Всевышним, то мы можем исследовать любые мнения и любые предположения, да, и это всегда только, всегда только на пользу размышления, разум при сохранении, при твёрдой вере, при сохранении трепета перед Всевышним, при анализе того, что может дополнить, как бы, наши знания о Торе, расширить их, а что просто противоречит и не лезет ни в какие рамки, трепет перед Богом нам это должен помогать сделать. Это касается всех знаний философских и научных, да, вот, как-то, как царь Шламо и определил, да, трепет перед Богом начало, начало мудрости, да, или начало познания мудрости, да, вот, и если мы помним об этом, да, то никакие знания не могут быть вредны, наоборот, расширяют представление, развивают аналитический ум, да, вот, а в Тора она таким образом определяет разные мнения, да, вот, и в трактате Хагига на третьем листе говорится, Тора сравнивает, раб Ишмаэль сравнивает Тору с молотом, да, и он приводит Тору из, приводит пасук к кипотищи фацет села, да, что как камень бьет по скале, да, и когда камень бьет по скале, то разлетаются 70 искр, да, то есть как бы источник один, удар, удар один, а мы видим 70 искр, вот на такое явление похоже Тора, и дальше продолжает и говорит, да, продолжает и говорит, секунду, нет, так неудобно, вот, собиратели, это мудрецы Торы, которые сидят группами и занимаются Торой, одни объявляют нечистым что-то, скажем, в каком-то вопросе они говорят, что это нечистые, другие говорят, что это чистое с ритуальной точки зрения, да, одни запрещают, другие разрешают, одни говорят, что это разрешено, другие, что запрещено, одни признают негодным, другие пригодным, вот, может быть, человек скажет, да, это текст самой Гемары, может быть, человек скажет, как же мне теперь изучать Тору, поэтому сказано, все они даны одним пастырем, одним, один Бог дал их, один руководитель произнес их, из уст владыки, господина, всех деяний, благословен, он как написано, изрек Бог все слова эти, так и ты сделай свои уши воронкой, то есть прислушивайся ко всем мнениям, да, потом нужно прийти к какому-то выводу, но все мнения мудрецов, да, которые придерживаются традиции, они исходят из одного источника, вот, и как это, как это получается, как бы, да, легко, конечно, сказать, что все исходят из одного источника, но я хочу сейчас привести для вас пример, чтобы представить себе, как действительно они исходят из одного источника, да, иногда часто говорят, что у Торы 70 лиц, опираясь на это высказывание, да, что вот как молот, который бьет по скале и вылетает 70 искор, да, мне-то, конечно, все хорошо, но это иногда служит таким оправданием самых разных спекуляций, поэтому, когда мне говорят, что у Торы 70 лиц, я сразу отвечаю, что у него есть и обратная сторона у Торы, вот, и пойди, знай это лицо, или это обратная сторона то, что ты говоришь, вот, по-моему, это обратная сторона то, что ты говоришь, нельзя как бы априори там сказать, что все правильно, потому что есть 70 лиц, далеко не все правильно, но есть и обратная сторона то, что не относится к Торе, да, но просто то, о чем мы говорим, да, что сам по себе спор, да, он вполне легитимный, он выясняет, он подчеркивает что-то, да, например, скажем, если в Талмуде, если в Талмуде отказались как от практического руководства, руководства от школы Шамая, по крайней мере, в большинстве случаев, да, то всегда приводится спор, всегда, когда приводится имя, мнение Гелеля, то приводится имя Шамая, почему? Потому что часто мнение Гелеля невозможно понять или невозможно понять, так сказать, объемно, если не познакомиться с противоположным мнением Шамая, да, и то, и другое, да, то и другое слова Бога живого, это сказано как раз о споре Шамая и Гелеля, да, вот, для того, чтобы не оставаться голословным и не просто не утверждать, что, скажем, ну, можно так, а можно так, и все это исходит из одного источника, давайте мы рассмотрим коротко, с вами, может быть, бегло, спор Шамая и Гелеля, который приводится на 14-м, на 14-м листе трактата Хагига, трактата о праздничной жертве, и там возникает спор, Бейт-Шамай говорит небо сотворено раньше, а Бейт-Илель говорит земля сотворена раньше, да, каждый из них приводит посылка, отрывок истории, который подтверждает его мнение, потом каждый приводит из пророка посылка истории, который, стих, который подтверждает его мнение, и секрет заключается в том, что Тора позволяет взглянуть на вещи и с одной стороны, и с другой стороны, с одной стороны, небо сотворено раньше, с другой стороны, земля сотворена раньше, да, Рабишамон Барьюхай там говорит о том, что я не понимаю, о чем спорили отцы мира, ведь сотворены вместе, как кастрюля и крышка, да, как бы есть одно целое, и оно расщепляется на две противоположные составляющие, как бы в этом и заключается творение, они появляются одновременно, да, вот, но это условный язык мудрецов, который, скажем, нужно было бы понимать, конечно, Рабишамон Барьюхай прекрасно понимает, о чем говорят Бейджамай и Бейдилель, да, они говорят о том, что является целью творения, целью творения является небо, то есть духовный мир, небо – это духовный мир, в Торе это не космос, это духовный мир, вот, а, скажем, духовный мир является целью, то есть стремление человека к духовному миру в какой-то степени, в значительной степени, отрыв его от материи, по Шамаю, является целью. Илель говорит, нет, земля, то есть материальный мир является целью, да, они пользуются представлениями о духовном мире, где цель, скажем, в духовном мире появляется раньше, а средства появляются позже. мы знаем, что в материальном мире средства появляются раньше, а цель позже, сначала кирпичи, потом возникает дом, цель как бы задумана, она существует в голове, можно сказать, и в духовном мире, и в душе, да, и только потом она проявляется, позже всего она проявляется в материальном мире, как мы с вами и поем каждую субботу в лиха доди, как мы с вами поем про субботу, что бамахшаватхила, совмаасе бамахшаватхила, что в материальном мире она проявилась последней суббота, но задумана она как цель, она задумана первой, да, и вот поэтому если перейти в говорить духовными категориями, да, то можно говорить о том, что несмотря на то, что как бы это похоже на крышку и кастрюлю по Раби Шимон Барью Хаю, то пользуясь духовными категориями или говоря о духовном мире, можно говорить о предшествии одного и другому, потому что в духовном мире, где нету времени, предшествием является цель, цель сначала, потом средство, и вот Шамай утверждает, что небо, духовный мир является целью, а Елен говорит материальный мир является целью, не в том смысле, чтобы человек стремился к обогащению, к удовольствиям, а в том смысле, чтобы он шел по земле, не отрывался от нее и умел сохранять духовность, как может быть сегодня бы сказали, искать искры, подбирать искры и так далее. Это спор, две противоположности, и что? И то, и другое укладывается в Тору, и то, и другое слова Бога Живого в отличие от тех, кто говорит противоположное Торе и сразу уходит в какие-то области темные, в темноту, или тот, кто говорит одно и другое, сначала одно, потом противоречит сам себе, а здесь мы видим в Торе такое явление, как вот люди говорят, противоречит друг другу, но они знают общую основу, они понимают, они знают общую основу, которая объединяет, которая объединяет их мнение, и даже если не всегда можно найти эту общую основу между разными умениями, то есть глубокая вера, что все это исходит от Бога с горы Сина и у всего есть общая основа, это Тора, а есть те, кто говорят противоположные или противоположности, и это совершенно, совершенно не Тора, да, сейчас, секунду, мы вернемся с вами к тексту, вернемся к тексту и посмотрим его продолжение, вот, спасти от дурной дороги, от человека, говорящего, перевернутой или противоположности, или то, что, ну, то, что противоречит Торе, это я добавил, да, вот, от каких людей спасти, оставляющих прямые пути, да, потому что все это, все, все эти умственные очень интересные, это, в общем-то, это нечестность, да, нечестность, ну, ну, зачем ты отрицаешь существование Бога, зачем ты отрицаешь первопричину, объявляющую антиномию, когда все в мире перед твоими глазами указывает на то, что у всего есть своя причина, у всего, да, и у существования всего есть причина, и очень легко сделать вывод, что и у всего мира есть причина, да, вот как бы, так сказать, по индукции, да, есть одно у него есть причина, есть другое, есть бесконечное число всего, что существует в мире, у всего есть причина, значит, и у всего мира есть причина, но это же просто, да, ну, зачем ты, зачем ты это все, зачем ты все это запутываешь, да, вот, потому что оставляющих прямые пути, чтобы идти путями тьмы. Чтобы идти путями тьмы никуда, кроме как в темноту, то есть там, где нет истинного знания, где есть противоположности одно и другое, бесконечные блуждания, которые никому не приводят, ни к чему не приводят, отрывают от света Всевышнего. Свет – это всегда прямая непосредственная связь со Всевышним. Ничего, кроме как темноты, это не даст. Радующиеся делают зло. Фактически это зло. Отрицание Всевышнего. Как в Торе сказано, «Лотовь йот адам левадо» – плохо быть человеку одному. Обычно воспринимают это как нужно сотворить женщину. Это может быть правильно, но исходная посылка, она сама показывает, что у Адама есть проблемы, есть отрыв от Всевышнего, и Всевышний творит женщину, чтобы они вместе, чтобы оба нашли пути ко Всевышнему обратно. А у Адама уже есть отрыв от Всевышнего, и про это говорится. «Лотовь йот адам левадо» – плохо быть человеку одному. Кому одному без Бога. Обычно говорят «без жены», правильно, но глобальное понимание без Бога. И поэтому они идут во тьму, там, где нету света, то есть нету прямой связи с Богом. «Радующиеся делают зло», они рады своим измышлением, радуются противоположности, радуются своим измышлением, как бы им это доставляет удовольствие одно и другое, или противоположные торе, ведущий козлу. Это все ведет козлу, как мы с вами, как, опять же, царь Шламос сказал, его цель – научить мудрости и морали вместе. А это все это, хотя Кант возводил мораль в такую высшую категорию, все равно это ведет к козлу. Ну, пути их кривые и слизкие, они хотят сказать, что у них прямой разум, вот как говорят с цехили и шаг, прямой разум, а на самом деле их разум кривой, и пути их очень скользкие, идущие кругами. Здесь потрясающий образ царя Шламос, который я не буду раскрывать, каждый может себе представить, пути скользкие, на которых легко подскользнуться, и они не прямые, они никуда не ведут, они ходят кругами. Это то, от чего хочет спасти царь Шламос. А дальше, дальше еще один ход. Он говорит, я тут какие-то соотношения с наукой приготовил для вас, но мы что-то затронули, давайте пойдем дальше. И вот дальше во втором перике говорится так, чтобы спасти тебя от жены чужой, от чужой страны, то есть из другой страны, чьи речи льстивы, которые оставляют друга юности своей, и забыла завет Бога своего, потому что дом ее ведет к смерти, стези ее к мертвецам, никто исходящий к ней не возвращается, не обретают они вновь путей жизни. Чтобы ты ходил путем добрых и держался с идеей праведников, ради этого я пишу притчи, кто такая эта женщина. Здесь мы услышали, по-моему, с вами как бы автора Широ Ширим «Песни, песни», несмотря на то, что он в «Песни, песни» он говорит исключительно о любви, правда, там тоже есть, скажем, уход от любимого, утрата любимого, потери любимого, скажем, когда любимый скрывается, но не такими словами тяжелыми, а здесь мы слышим тоже вот образ такой же, такой же образ используется в отношении человека со Всевышним по любви, как отношения мужа и жены, и тот, кто уходит в идолопоклонство, он сравнивается с неверной женой, то есть мне кажется, что здесь немножко слышится Широ Ширим, но дело не в этом, давайте прежде всего представим себе, почему философия, рассуждения, умствования, они представлены как, я не знаю, как сказать, как мужское начало, может быть, а Абудазара, служение идолам, представлено как женское начало, нечто развратное, нехорошее, умствование, оно нечестное, это тоже самообман и уход от прямых путей, а здесь уход от верности, от супружеской верности, это образ идолопоклонства. Я тут взял для вас картину Никола Пуссена, итальянца, по-моему, мне кажется, что он итальянский художник, и она очень соответствует Медрашим, рассказу о грехе золотого тельца, грех золотого тельца, как обычно, иногда говорят, ну, сделали вот золотого тельца, это не идолопоклонство, вот, там и есть посредник, вот, как-то представляли посредник, во-первых, все это, как бы, не выдерживает никакой критики, да, любое идолопоклонство – это создание посредника, да, но, вот, но, кроме того, кроме того, Медраж говорит, что, скажем, создав золотого тельца, опустились в пляске, не просто в пляске, в разврат, и совершили убийство, как вы помните, был убит Хур, да, вот, отец Бецалеля, да, и, и Медраж говорит о разврате, который начался там, да, то есть, идолопоклонство, оно неразрывно связано с пролитием крови и с развратом, оно не существует, не существует без этого, да, вот, ну, можно было говорить о монотеистических религиях, но там тоже, как бы, да, как вы представляете, не все не так, не так чисто, как бы, да, вот, скажем, да, все, скажем, легенды, мифы, древние, они связаны, как бы, они говорят о каком-то, ну, просто о разврате, о кровь-смешении, представить себе египетские мифы, там, скажем, да, вот, ну, не хочется вдаваться в подробности, но можно представить себе, там, скажем, да, Нут, богиня неба, которая рождает быка, и к вечеру он становится ее мужем, и так далее, и все, в общем, это все отвратительно совершенно, и едовопоклонство без этого не существует, не существует, да, вот, это, это разврат, это кровосмешение, да, легенды, ну, когда люди живут такими легендами, и они возводят это, и они говорят, что они поклоняются этим силам, естественно, что они совершают то же самое, это характерно и для древнего едовопоклонства, и это характерно и для такого, ну, так сказать, более современного едовопоклонства, для эллинизма, да, и это характерно и для христианства, и это характерно и для ислама, да, вот, прежде всего, давайте остановимся на древнем едовопоклонстве, Мы помним, что в Торе описывается Бааль-Пиор. Прямо в нашей недельной главе, в главе Балак, упоминается идол Муаба-Пиор. Что такое пиор? Это идол бесстыдства. Что значит бесстыдство? Ему служили бесстыдством, совершая перед ним самые постыдные действия, которые только можно совершить, в том числе и разврат. Как бы, да, это идол разврата. Скажем, в этом есть глубочайшая идея, совершать какие-то бесстыдные действия в честь идола. Это, так сказать, как сегодня говорят, освободиться от комплексов. Чтобы не было комплексов. Освободиться от любого морального давления, которое говорил Кант, что мораль заложена в душе человека. Не понимаю, как говорил Кант, но моральные принципы, мораль заложена в душе человека. Освободиться этого, отбросить, это мешает, да. Это идолопоклонство, и оно неразрывно связано с тремя вещами – с развратом, с пролитием крови и с колдовством. Идолопоклонства без этого не существует. Поэтому и царь Шламо сравнивает его с женщиной, да, с развратной женщиной. Не упаси Бог, не с праведной женщиной, а с развратной женщиной. Да, вот и, скажем, да, и то, что, да, если умствование, философия, да, пухот, противоположность, они притягивают тем, что можно сказать так и можно сказать это, да. Можно посмотреть на вещи так, а можно посмотреть на вещи так. Я, понимаешь, такой умный, я такой прогрессивный, что вот всё это старое меня не интересует, я всё могу опровергнуть, да. Вот это как бы дурное начало умствования, философии, так сказать, условно говоря, да. А здесь, да, это авода, зара – это дурное начало, изолопоклонства, дурное начало всех яицарин, всех низких инстинктов, которые есть у человека, да. Если говорить об оболонизме, то там интересный такой ход, да, так сказать, прогресс человека. Старые боги там все эти с головами животных, там они в основном отбрасываются. Есть кентавр, там действие, но по большому счёту, что возводится в божество, обожествляются не силы природы, неизвестные, непонятные, мощные, да, обожествляется дурное начало человека. В этом весь эллинизм, да. Вот, да, все дурные начало человека, да, разврат, обман, да, всё это обочисляется. Есть, конечно, положительные герои, вот, но они дальше от божеств, как Прометей, там, скажем, да. А божество – это яицарин, это дурное начало человека, возведённое в такое божественное начало, в божественный уровень, да, вот. Ну, и что может выйти из этого, когда человек, он, конечно, будет подражать богам, да, вот. И, да, и это, это и до поклонства служения своим дарным началом, да, это желание отбросить, отбросить всё, что тебя ограничивает. Есть тот моральный закон, который, моральная основа, которая заложена в душе человека, а в душе человека она, да, заложена, да. Вот Бен Азайперкя вот говорит, что, Бен Азайперкя вот говорит, что Авера горе ритавера, да, а митсва горе ритмитсва, преступление тянет за собой преступление, и Равис Алантер объясняет, как это работает, что первый раз, когда человек совершает преступление, он пугается. Второй раз, когда он совершает, да, ему кажется, что это дело обычное. Третий раз, когда он совершает преступление, ему кажется, что это заповедь, да, вести себя таким образом, это правильно, это заповедано, вот неизвестно кем, Всевышним уже, или упаси Бога божествами, да, вот, это так работает. Но изначально, изначально, да, говорят, что там человек рождается с дурным началом, и всё, да, вот я вам скажу по секрету, я вам скажу по секрету, это очень тонкий момент, понимаемый неправильно, совершенно неверно воспринимаю, человек рождается с чистой душой, и она, с чистой душой, и изначально его начало прекрасное, хорошее, замечательное, есть столько, он не запутывает себя, не уводит себя как-то в сторону вот этим идовым поклонствам, упаси Бог, да, вот, ну, давайте уже, раз мы сказали, а, скажем бы, да, что значит дурное начало, как-то тут это до 13 лет у человека, у человека нет хорошего начала, да, значит, это, как всегда, в нашей традиции это непросто, и многие люди сбиваются, да, вот царь Шламов как раз хотел бы, чтобы люди мыслили глубоко, учились, да, понимали, постигали традицию, они говорили какие-то поверхностные вещи, да, вот этот человек рождается, у него дурное начало. Что такое дурное начало, о котором идет речь, когда идет речь о маленьком ребенке, да, и подрастающем ребенке, да, дурное начало, он подражает всем, подражает, он подражает родителям, да, и как его, поэтому, как его, как бы, воспитаешь, закладывается, закладывается определенное начало. Почему это названо дурным началом? Потому что в нем нету искренности. Если он делает хорошие дела, он, да, делает хорошие дела ребенок, и он стремится делать хорошие дела, но для того, чтобы понравиться другим. Где-то в 12-13 лет у него просыпается желание быть искренним, и он начинает, он все переворачивает, он всем перечит, он не уважает, как бы, да, или меньше уважает отца и мать. И это называется хорошим началом в 13 лет. Да, это хорошее начало, это искренность, да, вот, поэтому, скажем, да, здесь нету противоречия. В человеке изначально заложено хорошее начало, когда он совершает преступление, он пугается, да, как говорит Раф Салантер, да, вот, и это вот и домопоклонство. Ну, что дальше говорится, какие тяжелые вещи говорятся, то, что не говорилось про философию, про умствование, да, что говорит царь Шламо, потому что дом, потому что дом ее ведет к смерти, стези ее к мертвецам, да, никто, исходящий к ней, никто, исходящий к ней, не возвращается и не обретают они вновь путей жизни. Это, я бы сказал, убийственно просто, да, из-за вода, зора, из-за этого поклонства невозможно выбраться живым. И с философией еще можно выбраться живым, сказать, упс, я ошибся, да, ну, что это за глупости, да, я возвращаюсь к традиции, вот, и смотрю глазами, глазами, с которыми смотрят евреи из горы Синай, как бы, да, вот, и оставляю все эти умствования, да, вот, опять же, пожалуйста, можно заниматься философией, очень полезно развивать ум, анализировать, да, но позиция-то твоя, это позиция Торы, ты пользуешься этим как инструментом, а не как высочайшей истиной, да, а вот так же не проходится водой заран, да, и Рамбам, да, здесь пишет, я бы сказал, такое ужасное постановление, не то, что несправедливое, но оно ужасное, да, в книге Амада, да, он пишет, приводя эту цитату из царя Шламо из Мишлея, он пишет, что человек, который оставил Тору и ушел в водового поклонства, его обратно в общину не принимают все ушедшие к ней, да, все ушедшие к ней не вернутся, да, и он говорит, да, что он может раскаяться, да, но места ему вообще не нету, он может жить, молиться, да, вот где-то, но в общине ему места нету, правда, знаете, сразу нужно оговориться, что пришел потом Хазон Ишин, там, скажем, начало 20 века, который говорит так, что в наше время настолько основы Торы расшатаны, настолько люди не понимают принципов веры, не понимают принципов веры, не занимаются ими, да, что всех можно отнести к плененным младенцам, что если человек ушел, упаси Бог куда-то, оставил Ешиву, ушел куда-то в коммунизм или ушел в христианство, я не знаю, что хуже, иногда спрашивают, что хуже, атеизм или христианство, не знаю, как говорил Сталин, когда его спросили, какой уклон хуже, правый или левый, он ответил, оба хуже, да, вот так и здесь, оба хуже, да, но дело совершенно не в этом, пришел Хазон Миша и сказал, что в наше время постановение Рамбама не работает, потому что люди запутаны, ушел в удобобоглонство, запутался, ушел в христианство, запутался, ушел в коммунизм, запутался, у него нету основ, поэтому пусть приходит обратно, только пусть приходит обратно, вот, примем с распростертыми объятиями, вопреки Рамбаму, да, и это не значит, что Рамбам не прав, или что Хазон Миш против Рамбама, он просто говорит о нашем времени, запутанном, перепутанном, когда не учат ни Мишлей царя Шламу, ни Морена Вухим по учению заблудчих Рамбама, ничего это не учат, по учению заблудчих Рамбама было запрещено к изучению, даже Рабин Ахман своим ученикам не разрешал учить, он сам учил, а ученикам он не разрешал учить, потому что Хасидин считал, что философские основы, они опасны, и вот есть хасидизм, так сказать, эзотерическое учение, вот его нужно придерживаться, я сейчас не буду вдаваться в критику всего этого, всего этого дела, но понятно, что в наше время все это не работает, хасидизм запрещал Рамбама, как бы има, и не только Морена Вухим, но и Мишны Тулав, только в последнее время с любовческого рыбе последнего начали учить Рамбама, Маймониды и так далее, но это все не наша тема, вот нам просто нужно понять глубину этой посылки царя Шламо, всю проблематичность идолопоклонства, которое ударяет по душе, если как бы от философии можно избавиться, то и тот, кто идет к идолопоклонству не со стороны даже, не со стороны испорченных, скажем, низменных инстинктов пойдет со стороны философствования, то все равно идолопоклонство ударяет по душе, портит душу, поэтому запрещено совершенно справедливые философские труды, пожалуйста, можно учить, да, вот с представлением о том, что есть Бог, есть трепет перед Всевышним, есть Тора Синая, да, можно там все ковыряться и все изучать, и все, и как бы даже видеть в свете Торы какие-то посылки, это пожалуйста, но книги идолопоклонников запрещено изучать, почему? Потому что они ударяют по душе, у них такие образы, да, вот скажем, йога, да, многие занимаются йогой там как для здоровья, это пожалуйста, там, но есть уровень йоги, который начинается там философствования, там такие отвратительные образы, что ты, столкнувшись с ними, ты не можешь выйти с чистой душой, просто отвратительно, да, это ударяет по душе, в этом отличие, скажем, этого поклонства от философии умствования, от чувственного, да, вот, никто из ходящих дней не возвращается с чистой душой точно, это нужно столько отмываться, да, что неизвестно, есть ли такая стиральная машина и моющие средства, которые, которые отмоют, но всегда, всегда нету того, что может устоять перед шувой, перед раскаянием, но выбраться из его поклонства очень очиститься, очень трудно, да, вот, иногда человек может даже в положительное перевернуть то, что он там, скажем, выучил, прошел там, скажем, на каких-то тяжелых путях, может быть, но в принципе очень тяжело уйти от этого, да, вот, я здесь остановлюсь, если есть какие-то вопросы, да, то мы с вами пытаемся разобрать, да, вот, и то, что мы с вами посмотрели, это иштапуход, да, вот, это человек, который говорит противоположности и то, и другое, или говорит противоположное торе, да, и развратная женщина как до поклонства, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов попытаться ответить, я останавливаю шерр, и мы с вами можем обсудить, у меня сразу возникает такое, вы меня вталкиваете в гордыню, когда нет вопросов, у меня возникает такое чувство, что я так все хорошо объяснил, что никаких вопросов не осталось, вот, чего, конечно, не может быть, хорошо, но я хотела сказать, что просто жалко, вначале невозможно было зайти почему-то на лекцию, и я вот ждала терпеливо, долго, и я видела, что люди, наверное, может, тоже пытались, но не так терпеливо и не зашли, вот, мне жалко это, так что вы не думайте, что вы нам интересны, просто что-то было на входе, где все время не впускал зум, вот, это просто, ну, наверное, Натан обычно следит за тем, чтобы всех пускать, а вот сейчас он оставил у меня одного, я мог что-то не заметить, но здесь выскакивает, здесь выскакивает, что кто-то просится, я сразу нажимаю, не проверяю, кто, ничего, сразу нажимаю, чтобы впустить, вот, спасибо огромное, очень здорово, но, как-то хочется надеяться, что мы, правда, ну, все люди, которые, как бы, дала поклонство, то мы же действительно, эти ноги лучше не жгут, а за... Это, это да, 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 значит, вот, скажем, это да, это целая история, понимаете, и я сталкивался с такими мнениями, вроде бы, это русскоговорящие, вроде бы, раввины, да, но у меня нету доверия к таким людям, кто-то, задают человеку вопрос, я знаю, что за человек, знаю его, не хочу вдаваться, потом создают ему вопрос, вот человек рассказывает с болью, да, что он еврей, но он родился в христианской семье, его воспитывали как христианина, и сейчас он приходит, приходит к Чуве, да, он спрашивает, что ему нужно делать, да, и ему раввин отвечает, тебе нужно проходить геюр, какой-то бред, понимаете, бред, и эти, и я не могу сказать, что этот человек ничего не знает, да, зачем он это говорит, зачем, когда понятно, что еврей, который он, который еврей, да, его ничто не может переделать, ни это, ни буддиста, ни во что, знаете, есть такой, это, анекдот, как в Бердичеве судят еврея, там, в каком-то суде, государственном, вот, судья задает ему вопрос, ваше имя, он говорит, Шмуль, вот, фамилия, да, Розенблюм, и чем занимаетесь, мелким дешевтом, ваше вероисповедание, и тут он говорит, судья, господин судья, если зовут меня Шмуль, да, вот, и фамилия моя, Розенблюм, и занимаюсь я мелким дешевтом, так что же я, по-вашему, буддист, что ли, так, понимаете, еврею невозможно ничего переделать, и Галаха такая, что человек вернулся, вернулся, Рамбам он, да, но он не говорит, что человек должен проходить, там, ги-юр, да, он говорит, что его вообще не принимают, и приходит Хазоныш, и спасает наше поколение, да, вернулся, вернулся, слава Богу, был обычай, обычай, что человек, который вернулся, там, скажем, был, куда-то ушел, и вернулся, то, не возвращаясь в общину, он окунался в Микву, но это обычай, это не ги-юр, да, зачем это говорить, зачем, то есть, есть много таких мнений, которые, скажем, просто, да, они не, ну, ладно, просто безграмотность, безграмотность, там, скажем, да, человек устражает, там, в области кашрута, ну, это ладно, там, скажем, вот, но здесь же это ударяет по людям, это просто закрывает, как бы, наши пути и возвращение, совершенно необоснованно, Галаха для нас, это мнение, это мнение авторитетов, и Хазон, еще он огромный авторитет, хорошо, ладно, и вы хотите, я секунду, я извиняюсь, я про это же тогда, я не ожидала, я действительно слышала от очень грамотного Равина, очень, со всеми смоходы, все такое, и русскоязычный, и он действительно такое сказал, что, ну, если человек был в христианстве, и он еврей, то он должен пройти, во всяком случае, суд, да и ним, три да и ним, должны были быть. Я не знаю, все это может быть, это, понимаете, он говорит, говорит, но это же не делают, это же не принято, это же не принято, ни в одной общине, это не принято, да, вот, скажем, да, чтобы он там стоял перед судом, и там брал на себя обязательства, человек возвращается, приходит в общину, живет в общине, да, вот, и слава Богу, да, и то, что, если я вам начну рассказывать сейчас из своей практики, так сказать, Равинский, то у вас волосы в дыбом встанут просто, то, что, то, что происходит, то, что совершенно не соответствует галахе, понимаете, вот, и, и это ударяет по людям, кашу там, ладно, бог с ним, да, вот, поэтому нужно быть, нужно быть очень умным и очень чутким к людям, да, вы понимаете, как, ну, да, не то, что там как-то говорить, высказывать какие-то мнения, которые либо не соответствуют, либо совершенно необязательны, вот, ну, это ладно, понимаете, если я сейчас начну заниматься критикой, это меня занесет на самом деле все хорошо, все, слава богу, это не встречается, не встречается часто просто, слава богу, но бывают такие вот ходы совершенно неожиданные, вот, людей вроде бы грамотных, но они, может, грамотные, грамотные, но, да, голова-то у них может есть, а где их сердце, понимаете, вот, хорошо, это я извиняюсь, я не люблю эту критику, особенно на наших уроках, это меня просто, как говорят, занесло, вот, но, скажем, да, вот, возвращаются, пусть возвращаются все, всех принимаются распростертыми объятиями, не надо никаких ритуалов, пусть живет, как еврей, вливается в еврейскую среду, если он грамотный, пусть возвращается к своей грамотности, если неграмотный, пусть учится и живет вместе со всеми, все, больше ничего не нужно, вот, хорошо, ладно, ну, мы с вами остановимся, да, вот, и у меня опять же сомнение, что мы движемся очень медленно, вот, если хотите быстрее, скажите мне, скажите, хорошо, ну, давайте так, пока, по крайней мере, самого хорошего, самого доброго, успеха, благополучия, здоровья, прежде всего, вот, и всем нам победы, да, амин, амин, нужна одна победа, мы за ценой не постоим, за той ценой, которой враг заплатит, мы за этой ценой не постоим, прекрасно, спасибо, всего доброго, спасибо, Андреев, спасибо, вам всех, всех благ, крепкого здоровья, аминь, спасибо, до свидания, спасибо, Продолжение следует...